Кубок Республики Беларусь соревнования важные, значимые и в этом сезоне этот турнир закрывал очередной спортивный год. Поэтому для каждого спортсмена было важно показать как можно более высокий результат, дабы с хорошим настроением уйти в отпуск, а после готовиться к новому сезону уже в ранге, например, обладателя Кубка страны, как это произошло в случае с нашим собеседником. Проходил Кубок Республики Беларусь по гиревому спорту, это означает окончание сезона 2016 года. Он проходил в городе Гомеля с 9 по 10 декабря этого года. В данном соревновании приняли участие около 80 человек, с них 9 девушек, которые также принимали участие в данных соревнованиях. От города Мозыря был я, а также несовец Александр и шороб Александр, которые в своих весовых категориях до 80-70 кг, в рывке гири 32 кг заняли 5 место. Но, к сожалению, призывания не попали. Дело в том, что еще был толчок. Хотелось бы отметить, что уровень соревнований был действительно очень высок, так как в нем принимали спортсмены и участники, которые в этом году на чемпионатах мира заняли первые-вторые места, и конкуренция была довольно большая. И Александр Несовец, представляющий 22-й цех Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Его тезка шороб и цеха каталитического производства бензина выступили достойно, правда, не завоевав наград. Зато Сергей Дорошко и результат показал прекрасный, и место заняло подобающее капитану команды гиревиков Мозырского НПЗ. Я выступал в весовой категории свыше 100 кг, в которых приняли участие 7 человек, то есть представители каждой области. В них также принимали участие один мастер спорта международного класса Олег Семенов, который в этом году на чемпионате мира в Италии занял первое место, и мастер спорта Заречья Евгений, который также на чемпионате мира в Италии в Турине занял два вторых места. И сегодня рассматривается вопрос о присоединении мастера спорта международного класса. После первого упражнения толчок, двух гир весом по 32 кг в течение 10 минут, я был второй, так как мой соперник Олег Семенов 107 подъема осуществил, я только 100. То есть я оставал после первого упражнения на 7 очков. После рывка, ну рывок у меня там немножко конек, я его выиграл, и по сумме двоеборья я стал первым. Насколько продолжительным будет отпуск у Сергея Дорожка? Как скоро он приступит к тренировкам для подготовки к новому сезону уже 2017 года? Я, если честно, думал, что после окончания этого сезона, вот сейчас после Купа Республики Беларусь, отдохнуть две-три недели. Ну вот сразу после нашего с вами общения я еду на тренировку хотя бы немножко что-то сделать. Планы такие. В конце марта будет в Гродно открытый чемпионат Республики Беларусь по длинному циклу. Хотелось бы попробовать побить свой рекорд, который был установлен в этом году. После чего май месяц чемпионат Европы по союзу иеревого спорта в Хорватии. Дальше время покажет, как завода окажет, помощь не окажет на поездке. Будем посмотреть. Успехи наших гиревиков были бы невозможны без активной поддержки Мозорского нефтепорабатывающего завода, который, как мы узнаем из слов нашего собеседника, даже принял участие в проведении Кубка Республики Беларусь. Даже когда сейчас проводили в Гомеле Кубок Республики Беларусь по гиревому спорту, я обратился к руководству завода, руководство завода окликнулось на мою просьбу, помогли, оказали помощь, предоставили призы за первые 8 мест. Также правком помог, там свои какие-то детали были, все оказали помощь. Хотел бы выразить благодарность. Это зам генерального директора Титруку Геннадию Викторовичу, председателю правкома, зам нашего завода. А также большую выразить признательность, что мы тренируемся в спортзале с дюшер номер 2. Также сказать всем спасибо. Это и пятая бригада моя, в которой я работаю на заводе под руководством Теслюка Николая Дмитриевича, начальник установки, начальник производства. То есть во всех соревнованиях, во всех победах или поражениях принимают большое количество людей, с крепичика слаживается какая-то определенная победа. Ну что же, пожелаем успеха Сергею Дорожко и его команде. А также поздравим Мозорский нефтеперабатывающий завод с тем, что у него есть такие спортсмены. Спортсмены мастеровитые, спортсмены высококлассные, спортсмены, любящие свое дело и всячески популяризирующие его.